амазонки ждут настоящих мужчин которые завоюют их сердца я вас приветствую друзья с вами virus мы идем на штурм естественно амазонок мы будем бить лично хотя в нас еще верят но при этом я не уверен что это же выиграл бы это сражение идем в бой амазон очки ждите мы уже вот в шаге от вас не встречают нас они в поле и как-то их маловато мало там мне тоже вот как-то вспоминала что их было больше особенно когда отряд в засаде стояла возле поселения это проблематично был этот день непременно будет воспет певцы будут слагать сказания о нашей храбрости и записывать их кровью наших врагов завтра в это же время руки в которых мы держим мячи будут болеть от перенапряжения не все но ты конечно парень не местный но хотелось верить что скажет что-то повнятней а удивительно но факт здесь одну вышку как будто забыли поставить благодаря чему с этого фланга наши лучники смогут просто приветствовать амазонок со всех орудий стойтесь стойтесь выбросаете таран у нас всего лишь один отряд копейщиков но зато очень много пилы что против колесниц конечно же работает эффективнее смогут ли они принять участие в битве смог если захотят то смогут вот они красотки красотки амазо кто там атакован ух ты тебя расстреливают да в итоге ну-ка сейчас давайте легионеров выведем вперед черепах да будут уставать но что сделаешь а ну-ка характеристики колесничек боевой дух два здоровья особая атака пока наши лучники с ними справляюсь элитов чуть поближе подводим пока расстреливают можно сказать безнаказанно вот они они легендарные великие амазонки наши солдаты уже у ворот теперь они должны пробить себе дорогу внутрь так один отряд лучников вроде бы добивает но остальным надо тогда чуть поближе все таки в городе когда начнется замес это все будет куда сложнее побеждать показываю чё она хочет сделать с римлянами наши солдаты хорошо сделали свою работу таран пробил ворота забавно когда ну вожжи там присаживается тянет столпотворение а пробки какие на римлян пришли посмотреть а 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 терпите терпите хотя стрелять они ну пытаются но не получается построить черепаха это начать чисто исторически сейчас это как раз тот самый момент когда нужно построить черепаха ну хор и мастится давай поднять щиты поднять щиты так ну что пару отрядов пора заводить мужики идите знакомьтесь с дамами сделайте первый шаг они скорее всего будут убегать как стрелки они сегодня наши солдаты показали себя с лучшие стены с стены сядут У Амазона тут хватит, на самом деле, чтобы перебить всю нашу армию. Так, а ну-ка, давайте. Сразу в бой. Пиво мы кидать не собираетесь? Пиво мы кидать не собираетесь. Зря, конечно. Так, подойдите чуть ближе. Так, пошла драка. Давай, 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 ну собрались. Чего вы там спины подставляете? Легионеры, будьте мужиками! Знакомьтесь с дамами. Вот, вот, они сразу на лопатке. Вперед! Покойно искать, там был мужик. Судьба решена. Вперед! А ну-ка, давайте отправим вас вот так вот. Занять позиции покажете. Убегают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, кончай истерику. Ребятки, вы это... Пилу ему давай использовать. Так, а ну-ка, давайте у вас заведем, наемники. Что, мы зря, что ли, вас задействовали. Зря вас покупали, что ли. Пилу ему вроде бы бросают, но так... Не хотя бы по чуть-чуть там, по одному вон выцеливают. С одной стороны экономно, с другой стороны ну очень... Много погибает. Так, ребятки, вам, наверное, сейчас лучше отступить. Хотя вы и так сейчас сами бежать начинаете. Вас даже просить долго отступить и не нужно. Так, ладно, лучники. Погнали сюда. То, что первая волна будет разбита, это мы знали. Но они еще и неплохо себя показали. Но вон во время отступления смотрите, как хороши в спину лучницы. В принципе, ну пусть они, да, сражаются. Пусть они дерутся хотя бы в бою здесь. Можем подкрепление прислать. Вроде бы неплохо их сковали. Можем хотя бы один отряд бросить. Вывод еще близко. Давай, вперед. Не будем бросать своих. На растерзание. Тем более они, ну, реально, в ближнем бою более-менее неплохо себя проявляют. На улицах колесницы не могут так давить. Сейчас легионера. Еще и пилу мы пошли. Мы все за первую волну даже возьмем. С подкреплением там. Давай, 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 давай. давай активней но они начинают прям пил умами забрасывать девчат палку за палкой кидают ну речь конечно же а пил тоже по факту палка с металлическим наконечником интерфейс отключил можно оказываться завершаем бит но все-таки вон те бойцы молодцы их осталось 32 раненых всего лишь 133 но мы взяли этот город амазон наш амазонки время так все поселение забираем наши землю завоевывать чуть ударение так развиваем кузницу ломаем армии естественно не уводим тут сейчас будут определенные проблемы в этом плане ладно пока что никого не объединяем так все и оставим не с фемискиры торговец здесь еще одно поселение должно быть это как раз разведчика туда отправим сенат доволен взяли это легендарное поселение вышкину попозже начнем возводить час разберемся со всеми нюансами так армии у меня ходили получать сюда в прошлой серии можно сдавать потихонечку уже ход вроде бы по основным направлениям все сделано можем эту армию отправить подавить восстание пусть получится а то этому военачальник заняться нечего так флот перебрасываем а кстати тебя что касается тебя подожди это фракийцы мы можем по побережью перебросить армию куда-то подальше либо ну допустим вот здесь еще вышки поставить на побережье перебросить его вот сюда здесь как раз черное море мы будем контролировать так флот возле сицилии занимает позицию уже исходную здесь армия притарианцев готова нападать на фракийцы все-таки фракийцы как-то странно что-то делают и не воюет ни с кем и с нами вроде бы хотели зацепиться стоял целый стек но он сопли пожевал и все разумно и все до скорых встреч зачем мне это скажи мне зачем мне обсуждать с тобой перемирие ты вероломно напал заблокировал порт и на твой и дума стек из колесниц там мы хотим посмотреть я думаю будет любопытно мы его либо потопим либо будем сражаться одно из двух где там эти разведчики чё не ходят там так долго портал понтийцы ложим тоже до скорых встреч молит о перемирии нас уже но понт сейчас очень хороший флот еще добавок посему имеет все-таки понт наверное сейчас второй плане морского флота фракийцы чума как раз закончилась астек который здесь ходил бродил фиг вы узнает где он возможно его даже распустили может он спрятался где-то неизвестно вот сейчас логично было бы вот сюда то ему отступать мы же с той стороны нет он предпочел сделать так так в лимоне акландини кар дуба но тут у нас все с порядком проблем ну давайте арену тис давай баньки баньки вот оригинальный подсказчик говорил чтобы бороться с нищетой стройте канализацию и бани как это помогает а фиг вы поймешь как это помогает на самом деле потому что по факту в игре это никак не влияло на показатель нищеты но вот то что искусственный интеллект рекомендовал их строить это у меня надолго засела в памяти ну все таки эта проблема была и она осталась по факту она то еще и осталась эта проблема никуда не делась мозаки можно поставить очень подольше пока тут правитель часто он уходит остальной перспективе фемискири у нас восстание ожидается но дороге тогда наверное не стоит еще храм будем им их знакомить будем им объяснять что такое юпитер и что он настоящий бог у нас в потове из потове я как раз в ареции можно молодого перебросить торговец блокада квестер так вестер наш друг чуть квестер это тоже мы ухты а тут наемников нет да ёптель моптель попасть не могу из-за твоего реально наемников нет но он 7 ходов будет держаться в осаде просто мы на штурм пойти то не сможем нас тут исключительная кавалерия за это время придется дождаться либо его вылазки либо когда появится подкрепление виде наемников у нас оси не победитель оси не победитель так а где этот пчеловод подожди он же должен здесь возглавлять атаку он а он стала синим победителем у нас жадный дать денег бесполезно расточительный понимающий любитель поесть сомнительный чертежник разрушитель ночной боец завоеватели отличные десятник я не помню как звали это выгон был безумный а вот он гней победитель точно гней был у нас но он стал победителем гней кровавый жестокий плохой фермер расточительный любитель поесть сверх чопорный завоеватель а вот достаточно невменяемый да но он стал победителем он не в меня невменяемый победитель нормально такое часто можно было встретить местами даже классическая ситуация артиллерия но он скорее всего сделает вылазку и будет прав в данном случае поэтому может быть стоит отправить подкрепление суда хотя бы виде наемников всех и троих легионеров ты дружище выходишь вот этих ладно давай всех подряд забираем уже начинается волнение в поселении уже сразу сразу волнение ну кузницу давайте снесем культурное влияние врага так шелковый путь кстати говоря шелковый путь улучшить здесь нам не показано если я снесу смогу его вывести а снести то его как-то можно по моему можно будет и построить но это рано еще это еще рано кузницу разрушили только и все пока что хватит здесь ставим легионеров очередь ты таким отрядом пойдешь будем надеяться там слишком много восстания не случится хотя тут и все но пи уже волнение пусток мы вывели пару отрядов начались военачальник но не особо он там мощный египтяне ныпандийцы тоже хоть и имеют колесницы но не сильно будут сопротивляться ну что давайте фрахийцам объем ну немножечко будем вероломнее с другой стороны а кто нас тут будет осуждать правильно а вот они они фракийцы вот он стек который сейчас потеряется а он куда шел мне кстати интересно сейчас посмотреть к понтийцам он шел в гости он обходил но он не похоже чтобы он шел понтийца на самом деле он шел очень очень далеко через земли здесь своих союзников если хотел подтийцев то он все таки придерживался бы побережья ну нет так нет все флот на исходных позициях кстати ты еще еще один кавалерийский стек и и вновь по этому побережью вас надо переобучать ну ладно уже не буду отменять а вот хотя надо сейчас вот этот добить стек иначе он так будет отступать но в атаку и теперь вы в италию на 1 так то вы отправляетесь на переобучение выбираем все покоцины и отряды которые можно переобучить остальные проходят чуть дальше наверно выкинем наемник ну левой мой повелитель разорить вытесняю конкурента брут и брут и брут и что же вы там делаете но фраке опросит о перемирии селожим к ним она даже предлагает стать протекторат представляете обречен но это хорошо вот в этом плане на самом деле дипломатия в ремастере стало лучше они хотя бы порой предлагают вот даже не требуют какие-то земли то есть порой когда мы против них воевали и отбирали именно непосредственно земли они просят эти земли вернуть и тогда мы станем протекторатом да то есть у них есть понимание собственных территорий это примерно как в европе юниверсалис что там пока проигравшая сторона оппонент не признает свое поражение не признает что земли которые вы завоевали теперь принадлежат именно вам но они будут находиться в таком промежуточном положении они еще не признаны всеми вашими владениями и вот такие качели могут продолжаться порой какие-то земли приходится вернуть все чтобы часть из твоих завоеваний официально признали чтобы не было дополнительных поводов для войны может быть у кого-то еще у новых союзников друзей братьев и сестер еще также здесь у них есть понимание а вот в данном случае когда одно поселение мы против них не воевали даже и они сразу предлагают просто стать протекторатом то есть они готовы прогнуться и никакие земли не требуют если это не вписано что мы будем от вас требовать владения в любом случае чтобы стать протекторатом нет у них вот все таки есть понимание своих владельцев своих земель которые им допустим хотелось бы вернуть случае если они прогнутся так дипломатический сенат подключился но там наши ребята работают хорошо в мазахе все восстание не фемискири тоже восстание фемискира еще будет пылать несколько ходов тогда но тут мы успокоили смотрите ухудшает казалось бы там пару бойцов напрямую кучу все таки но я по крайней мере на диске в котором играл варианте не помню чтобы ухудшались при объединении хотя бы при переобучение если нет улучшений опыт тот же сохранялся все дела все вот эти вот нюансы соблюдались так ладно давай еще наемника здесь может быть наемник будет и тут но дорога ведет по идее вот он торговый путь он есть здесь поселение где-то рядом наемников тут нам не подвезли не подвезли значит на штурм и пойти не сможем ты задавишь этих небольшой шторм просто чтобы красиво было тут стоит мог как маленький котенок все чтобы в город никто не зашел на армия двигается у вас переобучение завершено лучники кавалерия можем еще один отряд снаряд защитником этих земель отвлекли меня немножко но мы продолжаем крошка дам так вот этого при банкроте сейчас же переговорю с ним ты еще и торговать сможешь дальше двушка но они путешествуют но мы можем пятерка попробовать его прибанкротить но риск был что он не справился не справился бы и склеила ласта так а мы уже можем идти на штурм а ну-ка возьмут приторианцы берут приторианцы на автобои красавца чума продолжается из-за осады все-таки чума осталось но тут уже порт прокаченный прям будь здоров не кашлей храм давай в 1 ломаем а раз опыт плюс 3 уж спарта на минималках я можно было бы этих приторианцев переобучить опыт плюс 3 все дела но у нас сейчас такая мощь что я не знаю я не вижу смысла заморачиваться насчет это вот здесь это и влияет но в основном это конечно меня избавили можно сказать новые игры где опыт уже но нет так прямо решает большинстве случаев может быть если бы это было бы во времена первых прохождений я бы это учел стройка все равно стоишь здесь сопли живешь на штурм то мы не можем идти пехоты нет а ну-ка подожди тут же наемники были ща мы сделаем возможным штурм они подожди еще тут не готовы в случае нужен был бы хотя бы один отряд что полководец дешевый город с демп подожди я тут тело движения не делал я что-то готовился к тому что тут будет исключительно вылазка исключительно мог будет вылазка и как-то даже не пошел на что разбейтесь очередное поселением принадлежит теперь нам храм налоги понижаем хотят ну тут нужен будет сейчас нам все-таки член семьи так выходи сюда член семьи в город тут пара отрядов кавалерии мы артиллерию уже будем вести чтоб нормально все было не хватает его все равно но мы сейчас притарианцев переобучим легионеров переобучим новеньких поставим в очередь получен торговец еще он и десяточкой тут ну тебя ладно понтийцем отправим они вот они рядышком уже точнее к парфетам ну и пока все так гладиаторов потихонечку только переобучать можем еще вот этих для разнообразия набрать их в этом регионе нет на следующий ход там тех гладиаторов поставим переобучаться и кавалерию хотят тебя от меня все равно пришлось так что поставим кавалерию на обучение сейчас а ну и ты уже на следующем чума подхватили чуму так раз вагдун давай и сама бравира тоже пусть уже гладиаторские бои проходят тут у нас такой потенциально узел для усиления армии переобучение переброски что возьмем кузницу коринф хотя дороги тут не особо нужны давайте улучшим здоровье си но по давайте тоже дороге перестраивать потихонечку нужно фемискире уже успокоилась население все-таки хватило им легионеров насытились местным храм обязательно в тарсе у нас прям бунт уже но очень далеко от столицы тут ничего не поделаешь телестарс сообщение о наборе греческая логика смерть рыщет по стране ну мы захватили поселение мы в принципе могли подождать еще хотя бы ход и скорее всего чумы не было в поселении во время сада так они еще не успели очухаться от чумы тут еще осада и они уже не справились кавалерию но отправляем назад хотя кавалерия может пригодиться но тут есть бойцы которые прикроют если что полководцем когда он пойдет вышки ставим тут в этих землях все равно придется чуть обзор то расширить есть еще наемники но это вновь лучники к сожалению вот в данном случае так даже тебя будем переобучать невиданный аттракцион щедрость так армия слабенькая тут один полководец только наемники если есть их можно подогнать сейчас не наемников нет можно этих наемников подогнать но они на порядок конечно влияют 10 процентов обеспечивают порядка 10 процентов эти владения надо собирать уже пока спокойно реагирует на нашу экспансию пока мы не уничтожим их храм ничего наведения порядка наши умеют разбираться с местными недовольными египтяне но бедолаги не могут найти себе место их отовсюду уже прогнали они колесницы еще неплохо у нас тут покоцали ты можешь переобучать легионеров может быть и можешь но да ты можешь остайтесь так мы сейчас по объединяем как раз все хорошо переобучать в итоге только этот отряд сейчас могу можем нанять еще лучников пока что учитывая что у меня члены семьи не погибают еще так то маловато у нас свободных поселений много и куда бы можно было бы отправить этих руководителей среднего звена можем объявить войну еще конечно с кифом просто взять и объявить войну просто и начать их шатать тут в перспективе то как раз два стека сейчас жду вашего приказа вытесняю конкурента вытесняй вытесняй а ты из потавия да ты значится из потавия давай в золото сюда пойди так несколько бойцов дополнительных тебе под командование отправляем начни тогда мы хотя бы простых легионеров простых легионеров один возглавит армию тут другой ну слепим из того что есть тут еще притарианцы если чума пройдет как подключиться к этой войне жду вашего приказа в деве у нас небольшие волнение в лонзине тогда надо даже нанимать о кстати в лонзине надо легионеров сейчас чуть подтянуть волнение будут волнение уже накапливаются чтобы надо подраться вернусь и я скоро вернусь ну ничего страшного эти успеют а ну хотя вот тобой и обязательно надо ходить тобой вот сейчас надо обязательно передвигаться марш мы можем уже даже в это поселение ударить что за провинция ну-ка это армения все просто может принадлежит ему ну ладно разберемся потом отправляйся переобучайся будем этот засадный стек готовить нас там просто уже а кстати вон вон там рядом ресурс ах вы брутые мерзавцы вы чё задумали банкротить моих торговцев да мы вам это припомним чё вы там ищите скифы не ваше поселение не трожьте получаю товары ну сойдет кстати в деве торговец может сейчас наняться но просто к тому что вот этих зеленых можно будет прибанкротить он так неплохо может раскачаться жду вашего приказа займись сейчас 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 мой повелитель четко и ясно так есть контакт там тут автоматическая замена произошла ну пусть в новом карфагене тоже арена хотя слоники да здравствует слоники ну в целом я не расстроюсь если в этом прохождении но появится разочек слоники мы сразимся с ними ну если только легко так самую малость они нас затронут хе-хе-хе речь идет естественно о огромных слониках словно из властелина колец те слоники с которыми ходил бродил воевал ганнибал это ну вообще милые мышки милые маленькие мышки которые даже нам ничего не сделают так это есть здесь можно стены возвести все таки они влияют на порядок что-то как-то это я нажал просто думал начал задумываться игра при переходе сарды так ну тут все что угодно можно строить уже давай порт фемискира антиох а мы тебя хвалили антиох ты был хорошим мальчиком ну вот это ремонтировать не обязательно там копейки стоит на следующий ход построиться уже будет все целенькая а ради блага империи сенат требует чтобы лидеров фракции покончил жизнь самоубийством вот она вот она она точка невозврата цена требует чтобы ваш лидер фракции покончил жизнь самоубийством вы будете объявлены вне закона и нам объявят гражданскую войну то есть я могу принять задание и он все таки покончить жизнь самоубийством либо отказаться но смысл нам отказываться да кто у нас сейчас лидер фракции по любому где то здесь седой я уже даже не слежу где у меня лидер фракции где наследник так родословная семья кто у нас лидер фракции деци деций хороший это вот как раз таки в потаве сидит преемник лидера фракции мантий убиться бывший лидер а вот он марк победитель а он сидит здесь Но нас объявят сейчас вне закона Через пару ходов И уже начнется резня Уже начнется резня Уже можно даже подводить войска К Риму То есть даже кавалерию на ускорении Война однозначно Сейчас случится К сожалению вот этот стэк в походе Застукали Но ничего Мы в Каралис Можем выступить уже А потом из Каралиса перебрасываем силы На Сицилию Торговец Тут ты ничего не можешь сделать Торгуешь Отвратительно Там наверное сейчас на запад тебя отправлю Там хоть как-то свободные ресурсы есть Потому что этого ты не потянешь Там мрамор Волк Вон животные имеются Что-то в этом духе Нас объявляют Вне закона Значит Сюда Так Ну ты-то чё его боишься Бритарианца Крестьян каких-то Формируем стэк В итоге Ну тебя отправим Пока что на переобучение Тебя пока что отправляем на переобучение Значит Сколько мы берем кавалерий Тут три отряда Два отряда гладиаторов Копейщиков Три штуки у нас есть здесь Ну по два ладно копейщика возьмем Тут две армии все-таки будет Берем два копейщика сюда Дорога-то одна На Рим здесь На одной армии нужно будет разбить вот здесь Стэк напасть А другой нужно будет осадить непосредственно сам Рим А таким вот образом По три отряда лучников Ух ты Ёптель-моптель Ты чё так Тут же свои все Нафига ты обходишь сильно так Вот можно пройти спокойно Конкретно к этим он испытывает проблемы Подойти Это сколько нас уже получается По пять бойцов здесь Да будет Пять бойцов Плюс кавалерии четыре здесь Три отряда тут Ну кавалерию ровненько поставить не получится Допустим в одном восемь уже В другом семь Это девять и восемь соответственно с полководцем Ну и одиннадцать Бойцов вас Два отряда гладиатора В одном стеке точно будут Ну пусть будет Десять там где Так четыре Восемь девять Десять Вы уходите вот сюда Вы присоединяйтесь вот сюда Так У вас будет Десяток И два гладиатора Объединяем вас Ты в эту армию можешь забраться Через нее можешь вот сюда попасть Но притарианцев не хватает С серебром Если Так-то поровну Поделить Ассасины и убийцы Тоже еще не успели подъехать Но мы можем Сюда обычной кавалерии загнать В итоге этот стек Тогда С кавалерией Но будет бить их Там он нанимает Естественно уже В городе Заменяет Потихонечку А артиллерия Артиллерия Для стека Который Будет осаждать Город Непосредственно Но Их нужно перебросить Поближе Тогда вот сюда Отставить Чего Обходить Вот это Вы можете Перемещаться На следующий ход Просто чуть Передвинем Артиллерию Я даже знаете Наверное Максимально Передвинул Но Вне закона Нас еще не объявят У нас один ход В запасе Еще один ход В запасе Железобетонно Вы сюда Лучники Присоединятся Полководец Ну на следующий ход Не один и второй Тоже Займут свои места Ты заходи сюда Ну Вот эти бы Конечно оказались бы Тут сейчас Все разделилось бы нормально Но нам Ультиматум Считай Сенат поставил Чуть раньше времени Но он поставил Это хорошо Он ультиматум поставил Это уже радует Но восстание возможно Здесь Народ просто так Не получится Утихомирить Вперед проходи Теперь за хребтом Поставим вышки Цепучечку Продолжим Так Дорога ведет Сюда Здесь поселение Уже подзабыл Сколько времени прошло Даже если сравнивать Да Продолжение этой кампании Когда вас Ну Мог Мог победить Так то у них Опытный был флотоводец Здесь мы готовы Этот флот Пустой Эти армии Давайте уже Перегонять Можем каплитов оставить Так Для Галочки Пусть остаются В спарте Охранять Нанимаем Давайте Даже тебя Сейчас переобучу На фоне Всех этих Событий Происходящих Мятежники Появились Но не совсем Вовремя Но мятежники Никогда Вовремя Не бывают Так что Работаем С тем Что есть Варваров Оставим На улице Варвары У порога Но они Запланированы Так ну что Еще один ход Давайте сдадим А на следующий Уже В следующей серии Начнется Гражданская война Однозначно Начнется Мы тут Мы тут Конечно Еще Собираемся Воевать Так Сколько Шесть Давай Кавалерию Еще Оставим В итоге Мы уже Слепили Из того Что было Даже Этих Подтягивать Не придется Но Нанимать Их В любом Случае Нужно Тут Еще Легионеров Помощь Помощь Нам еще Пригодится Ну и этот Стэк Который Вот как раз Таки Возвращается Из пустынь После Подавления Мятежа Он Будет Использован Для Союз Да не хочу До скорых Встреч Он Будет Использован Для Уничтожения Сцепионов В Антиохе Вспыхнула Чума В итоге Периода Сообщение Давайте Сейчас Строительством Займемся Быстренько Еще Быстренько Займемся Строительством Нас Объявят Значит Внезаконно Тоже Размечтались Сенат Наш Вся Власть Которая Есть Вообще Тут Она Наша Величие Риму В данном Случае Принесли Наш Легион И мы Еще Должны Приказать Своему Члену Семьи Ладно Там Лидеру Фракции Это Совсем Другое Это Семья Наша Мы Должны Сказать Чтоб Он Покончил Жизнь Самоубийства Недооценил Порядок Здесь Поддерживается Тут У нас Волнение Присутствует И Волнение И Чума В общем Притарианцы В своем Духе Не могут Нормально Порядок Навести Железным Сапогом Наступить На Горло Тарс 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 Тут Армию Скорее всего Уже Можно Будет Даже Уводить Потеряна Сенатская Должность Тарьер Достойная Жизнь Окончена Правитель Торгуется Где именно Сегестия Совершеннолетие Зато Совершеннолетие Здесь В Италии И у него Уже Есть Задатки Полководца Возможно Его будем Использовать Для Войны Потому что Этот у нас Чисто Управленец Этот Может Что-то Делать Поэтому Он Возглавит Этот Поход Вот так Возглавит Нападением Ответ На Подмечу Да Мы Не хотели Этой Войны Нас Вынудили Там Репетируем Репетируем Как Мы Будем Говорить Когда Сенат Объявит Нас Вне Законом Так Иди Сюда Тебе Еще Легионеров Присоединю Ты Выходи на самом деле бери еще одного легионера собой тоже а хотя подожди зачем тебе еще один легионер но тогда поселение останутся охранять двое форт по идее ты будешь осаждать это поселение ты пройдешь мост нападешь на него это тянетесь вы сейчас опасно так всю армию ввести да тем более до поселения не дотягиваются есть контакт если что эти легионеры бросятся туда на помощь а и пока не забыл очень важный момент почему я хотел еще сдать ход это вот тобой что такое ты провалил ну ё твою дивизию ну я же про тоже что-то невозможно провалить так задание а я тебя переобучил флот тебя переобучил значит и пиратов не идешь так гасить забыл про них ранее забыл уже сейчас же переговорю с ним я могу вам помочь спуску пиратам не даем этот сидит там наслаждается пока что фемискири стек еще один ну готов если что вдруг выдвигаться парочка легионеров есть если что поддержать но один там отряд нужно будет вместе с полководцем и нас ждет гражданская война мы не будем принимать это мерзкое задание по самоубийству мы естественно будем защищать свою семью будем защищать свои владения будем драться будем кусаться будем уничтожать все и вся что захочет нам указывать и говорить как нашим членам семьи быть так что в следующей серии судя по всему будет гражданская война месиво а потом уже только захват карты я думаю полный захват карты мы быстренько уже после этого оформим хотя гражданская война может растянуться нам две-три серии потому что сражение с цепионами с сенатом с брутами которые соберут свои стеки придется разыгрывать лично может даже они попытаются рим отобрать штурмовать и будет интересно но у нас осад не было на защите на обороне почему я не люблю допустим еще даже играть в этот мир им даже оригинальный особо агрессивно во первых это слишком скучно во вторых даже и сейчас я не играю особо агрессивно я ну это вообще если агрессивность то на минималках вот у нас нет осад практически нас не штурмовали особенно когда у нас появились стены настолько не штурмовали мы не защищали эти укрепления к сожалению а осада здесь достаточно все таки интересным так что может быть гражданская война нам все это подарит но до следующей серии друзья мои с вами был вера всем добра пока пока пока